Сначала безопасность. Читайте инструкцию к оборудованию. Изучайте безопасные способы работы. Следуйте в вашей программе безопасности в мастерской. Безопасность – это не случайность. Продолжение следует... Кислородно-ацетиленовая сварка Привет. Меня зовут Стив Блайл, и я сварщик. Я изучил кислородно-ацетиленовую сварку 25 лет назад, как часть партнерской программы. Сегодня, работая в обычной мастерской, я использую более современные процессы, такие как дуговая сварка в производстве и починке. Но все равно я попадаю в ситуацию, когда кислородно-ацетиленовая сварка дает лучший результат для работы, которую я делаю. По определению, кислородно-ацетиленовая сварка – это процесс сплавления. Основной металл разогревается, пока он не расплавится, и сварочная ванна смешивается. Когда она остывает, детали сплавляются вместе. Во всех ситуациях заполняющий стержень – того же материала, что и соединяемые детали. Он используется для добавления металла в сварочную ванну, чтобы получился сварочный шов. В теории, кислородно-ацетиленовая сварка может сварить любой металл, в реальности она работает не настолько хорошо. Подача в кислородно-ацетиленовой сварке очень медленная, и соединяемые детали исключительно горячие. Это создает проблемы с такими металлами, как нержавеющая сталь. Алюминий тяжело играет в сварочной ванне, и алюминий даже не разогревается. Для показа мы будем использовать пластины из мягкой стали. Перед тем, как начнем, мне надо упомянуть о безопасности. Все, с чем мы будем работать, очень горячее. Не обожгитесь, и не давайте обжечься другим. Носите защитную одежду. И избегайте носить синтетику. Если она загорится, она приплавится к вашей коже. Носите хорошие сварочные перчатки и защитные очки. Они необходимы. Также проверьте чистоту рабочей области. Уберите все воспламеняющиеся материалы, типа растворителей или краски, оттуда, где вы будете варить. Куча старой хлопчатобумажной ткани реально опасна. Искра запустит тление, и вы его даже не заметите. Через час оно загорится огнем. Поставьте огнетушитель для всех классов огня в доступности, и знайте, как его использовать. В мастерской на рабочем месте программа безопасности защитит вас. Не меняйте взгляды на безопасность. Вы должны навсегда для себя решить, что работать безопасно – это хорошо. Это хорошо, так как вы должны знать, что вы делаете и что может произойти. Потратьте время, поизучайте случаи из вашей работы, и все будет прекрасно. Отлично. Посмотрим на используемое оборудование. Начнем с баллона. Это кислородный баллон, а это ацетиленовый баллон. Баллоны идут различных размеров. Если вы купили баллон, обязательно сохраните документы для него. Годами их устанавливают, и некоторые снабженцы отказываются их заполнить, если вы не можете подтвердить, откуда он пришел. Из этих двух кислородный баллон значительно более опасный. Этот баллон заполнен с давлением 137 бар, и если вы повредите этот вентиль, то он полетит, как ракета. Есть парочка крутых историй об этом. Вам надо защищать этот вентиль. Не только для себя, но и для парня, который будет заполнять баллон, и следующего пользователя этого баллона. Поэтому при использовании этого баллона его надо безопасно привязывать к цепью. Когда баллон не используется, и регулятор закрыт, или вы хотите переместить баллон, вам надо использовать защитный колпачок вентиля, даже если баллон пустой. Это клапан для сброса давления. Если по какой-либо причине давление в баллоне превысит конструкционный предел, этот клапан выпустит газ, пока давление не достигнет безопасного предела. Ацетилен нестабилен при давлении более чем в 1 бар. Поэтому в баллоне есть стабилизирующий ацетон. Когда наполняют ацетиеном, он адсорбируется ацетоном. И когда этот баллон используется, его надо ставить вертикально. Ацетиленовый баллон также имеет заглушку безопасности на дне. Если давление в баллоне будет слишком большим, заглушку вышибет, выпуская содержимое баллона. Если это произойдет, переставьте баллон в самое безопасное место, которое можете. Помните, что даже если оно не горит, ацетон и ацетилен очень горючие. Также скажу, не опустошайте баллоны до конца. Даже если есть какое-то давление, влага может попасть внутрь и загрязнить баллон изнутри. Используйте перемещаемую тележку, ставьте у стены. Этот баллон необходимо безопасно пристегнуть цепью к стене. Это действительно важно. Вы можете подключить шланги и уронить баллон за них. Не делайте этой ошибки. Также перемещение этих баллонов регулируется правилами. Должны стоять вертикально и быть безопасно пристегнуты цепью во время перевозки. Это регулятор. Перед тем, как он будет установлен, откройте клапан, чтобы выпустить пыль и влагу. И не стойте перед ним, когда вы делаете это. На кислородном редукторе манометр высокого давления на 275 атмосфер и измеряет давление в баллоне. Манометр низкого давления показывает рабочее давление после редуктора. Это ручка регулирования давления. Закручивая увеличиваем давление, откручивая уменьшаем давление соответственно. Манометр высокого давления на ацетилене измеряет только 27 атмосфер. И повторю, это снова давление в баллоне. Рабочий манометр низкого давления отмерен до 1 атмосферы. Помните, ацетилен нестабилен выше 1 атмосферы. И давление ацетилена для работы достаточно от 0,2 до 0,35 атмосферы. Ручка регулятора аналогичная. Закручивание увеличивает, откручивание уменьшает давление. Эта зарубка на ацетиленовой арматуре обозначает левую резьбу. И все гайки на стороне топливного газа на оборудовании обозначены засечками как левая резьба. Это для того, чтобы не спутать оборудование. И устроить смесь кислорода с топливным газом. Вы этого не захотите. Теперь, это оборудование не требует никакой смазки. Кислород, окислитель. Если он попадет на масло или мазут, получится очень тяжелая ситуация. Это оборудование не требует масла. Не используйте с ним никакого масла. И если вы столкнетесь с редуктором, который в масле или мазуте, не используйте его. Может быть, его надо отправить техникам на очистку. Обычно у вас будет красный шланг для ацетилена и зеленый шланг для кислорода. Также надо избегать перехлестывания или пинания шлангов. Это может ограничить течение газа. Если вы порезали или прожгли этот шланг, вы можете найти ремкомплекты в местном магазине, взять инструмент и легко их починить. Одна четвертая это стандартный диаметр шланга. Но я люблю добавить 4-х метровый кусок 3.16 в конце. Шланги меньшего диаметра немного более гибкие и легче управляемы. Прямо здесь устанавливается защита от вспышки. Когда пламя пойдет назад по горелке, оно остановится прямо здесь. И защитит шланг и редуктор. Это тело стандартной горелки. И здесь находятся главные вентили ацетилена и кислорода. Они содержат седло шарика из нержавейки, поэтому когда закрываете их, не перетяните. Если вы разрушите седло перетяжкой, горелка будет течь. Ацетилен и кислород смешиваются в теле горелки. Прямо здесь, в сварочном сопле. Два кольца, чтобы уплотнить соплы. Поэтому когда вы установите его, закрутите гайку руками, не используйте ключ. Если вы разрушите кольца, горелка будет течь. И теперь я выровняю носок по кранам. Это легко поправляется. Сварочные сопла бывают различных размеров. И вы избежите большого количества проблем, используя правильный размер наконечника и давление газа. Поэтому посмотрим на мою табличку. Сварочные наконечники начинаются с тройного нуля для металла толщиной менее 0,8 мм. Это похоже на тонкий 22-листовой инструментальный металл. Есть только маленькое пламя на кончике. Заметьте, одинаковое давление 0,2 и 0,3 атмосферы на ацетилене и кислороде. На маленьких наконечниках устанавливаются одинаковые давления. Я показываю размеры наконечников до четвертого номера. В кислородно-ацетиленовой сварке обычно используются только эти размеры. От листовой металл 3 мм до 5 мм. Я использую номера наконечников 0, 1 и 2. Если вы хотите только один наконечник, лучше всего взять номер 1. Не поймите меня неправильно. Кислородно-ацетиленовая сварка работает на толстом металле тоже. Есть наконечники с номером 12 для 100 мм металла. Но в реальности кислородно-ацетиленовая сварка очень медленная. Также помните, что любая таблица как эта, которая показывает номер наконечника и толщину металла, это просто рекомендация. Когда будете варить, не бойтесь использовать больший или меньший наконечник. И найдите, который оптимален для вас. Есть еще некоторые вещи из оборудования. Вам нужны сварочные очки, и они должны одеваться на очки безопасности. Стандартные линзы номер 5. И используйте прозрачные линзы, чтобы защитить фильтр. Свет от горелки не такой интенсивный, как от электрической сварки. Вы не обожгете глаза таким же способом. Но он весьма яркий, и вы не сможете увидеть сварочную ванну без фильтра. Также, от горячего металла может отскочить налет или другие загрязнения. И когда вы перегреете наконечник, он начнет хлопать, разбрасывая искры. Поэтому абсолютно необходима хорошая защита для глаз. Вам нужна зажигалка, чтобы зажечь горелку. Нужен очиститель наконечника. И хорошая пара кожаных перчаток. Перед тем, как зажечь пламя, много людей спрашивают об использовании кислород пропана для сварки. Кислород на пропан горит с безопасной температурой 200 градусов. Это вполне горячо. Но скорость горения слишком медленная. Он греет, но недостаточно быстро, чтобы управлять сварочной ванной, нужной для сварки. Ну что, установим регуляторы и зажжем горелку. Перед тем, как мы начнем, надо проверить, что оба вентиля закрыты. Когда вы открываете любой из этих баллонов, надо стоять с другой стороны от редукторов. Не перед ними. Просто мало ли что пойдет не так. Также хорошая привычка открывать вентиль медленно. Чтобы давление не ударило в арматуру редуктора. Кислородный баллон это баллон высокого давления. И баллон высокого давления надо открывать до конца. Этот вентиль имеет два седла. Одно для закрытия баллона, и второе уплотняет ось вентиля, когда он открыт. Поэтому открываете кислородный баллон до конца. Асетиленовый баллон открывается только на половину или две трети оборота. В случае чего, вам надо иметь возможность быстро закрыть баллон. Также используйте ключ для баллона. Только не поперечный ключ. Оставляйте его, когда баллон открыт. Для демонстрации мы будем использовать наконечник номер один. И давление 0,3 атмосферы. При выставлении редуктора открывайте вентиль на горелке. То есть откройте асетиленовый вентиль на горелке. Накрутите регулятор так, чтобы было давление 0,3 атмосферы. Затем закройте вентиль на горелке. Делаем то же самое с кислородом. Открываем кислородный вентиль на горелке. Крутим регулятор, чтобы установить давление 0,3 атмосферы тоже. Не забывайте закрыть этот вентиль на горелке. Иногда надо проверить оборудование на течи. Самый простой способ закрыть вентиль на баллоне и смотреть на указатель давления. Если давление удерживается, то возможно все в порядке. Если давление падает, то у вас есть течи. Вы можете найти их с помощью жидкого детектора утечек, мыльной воды. Отлично, регуляторы установлены и течи вроде бы у нас нет. Так что давайте зажжем. Надо учесть две вещи при настройке пламени. Первое, количество газа, текущее через наконечник. И второе, отношение между количеством кислорода и ацетилена. Наконечник разработан для работы с определенным потоком газа. Это помогает не перегревать наконечник. Если маленькое пламя, то не будет хватать газа для охлаждающего эффекта. При большом пламени будет локальный перегрев. Даже в ситуации, когда горелка подходит, она выстреливает ванну. Настройка размера пламени не так уж сложна. Но важно, с опытом вы будете знать, как пламя должно выглядеть, звучать и как ведет себя ванна. Если вы знакомы с этим, самый простой способ это открыть ацетиленовый вентиль на 60 или 80 градусов, зажечь горелку и добавить ацетилена, чтобы пламя начало коптить или дымить. Это количество газа должно производить пламя правильного размера. Когда настроили ацетилен, медленно откройте кислородный кран. Появится длинное пламя. Когда вы добавите еще ацетилена, появится небольшой конус на наконечнике. Идея в том, чтобы продолжать добавлять кислород к длинному пламени и получить красивый короткий конус. Давайте посмотрим на это. Открываем ацетиленовый кран. Медленно добавляем ацетилен, так чтобы он начал дымить. Присмотритесь, пламя начинает играть как перышко на конце. Начинаем добавлять кислород. На наконечнике появляется цвет. Добавляем кислород, пока пламя не станет красивым коротким конусом. Это называется нейтральное пламя. Это то, что вам нужно. Если добавить слишком много кислорода, то это будет называться окислительным пламенем. Внутренняя часть конуса делается тонкой и увеличивается грохочущий шум горелки. Назад к нейтральному пламени. Если у вас не хватает кислорода, внутренний свет будет резким. Это называется восстанавливающее пламя. Здесь много ацетилена. И совсем немного кислорода. Чтобы вернуться к нейтральному пламени. Я только что установил размер пламени на моей горелке, на моменте, когда она производит мало шума, независимо от размера наконечника. Всегда устанавливайте соотношение ацетилена и кислорода на нейтральном пламени. Когда гасите горелку, сначала закручивайте ацетилен, а затем кислород. Закрыв кислород, вы втянете огонь в горелку. Это легко запомнить. Первым включаете ацетилен. И выключаете его тоже первым. Итак, мы настроили горелку на нейтральное пламя. Если внутренний конус не острый или имеет отклонение в сторону, значит ваш наконечник грязный. Используйте очиститель наконечника, чтобы открыть переднюю грань и очистить выходы. Вам надо очистить наконечник, чтобы сохранить сконцентрированное и горячее пламя. Ведь в этом большая разница. Всегда держите наконечник чистым. Я добавлю еще кое-что к настройке пламени. В сварке, если расплавленная ванна вошла в контакт с кислородом воздуха, то металл окислится или загорится. Это вызовет поры, сформированные внутри шва. Когда горит кислородно-ацетиленовая горелка, идет химическая реакция между молекулами углерода в ацетилене и молекулами кислорода из кислорода, помогая разогревать пламя. Эта химическая реакция производит окись углерода и удаляет воздух от расплавленного металла. В нейтральном пламени эта химическая реакция идет так, как и предполагалось. В восстанавливающем пламени есть избыток ацетилена. Молекулы углерода будут переноситься в расплавленную ванну, делая шов хрупким. В окисляющем пламени слишком много кислорода. Это может окислить или сжечь ванну, и даже оставить поры. Поэтому снова, всегда настраивайте горелку на нейтральное пламя. Итак, это было оборудование. Мы продолжим рассматривать его в течение дня. Когда надо будет спустить давление в системе, закройте кран на баллоне. Потом, сначала откройте ацетилен на горелке, чтобы спустить давление. Когда манометры высокого и низкого давления покажут ноль, открутите ручку регулятора, чтобы когда вы откроете баллон, не получить удар в регулятор. Закройте ацетиленовый кран на горелке, и проделайте то же самое с кислородом. Откройте кран на горелке. Когда давление спадет, открутите ручку редуктора, закройте кран на горелке. Давайте повторим настройки и попробуем поварить. Мы попробуем варить пластину толщиной 1,58 мм. Я использую наконечник номер один. Я поставил давление на кислородье и ацетилене 0,3 атмосферы. Идея в кислородно-ацетиленовой сварке, используя горелку, получить расплавленную ванну металла. Когда вы варите, это ванна, это все. Она скажет, слишком горячо или слишком холодно. Вы можете видеть провар и добавлять наполняющий металл, и видеть, как он привязывается по краям. Вы сможете понять, что происходит с ванной. Вам нужно будет управлять и манипулировать ей. Начнем с формирования ванны и движения поперек металла. Я не буду добавлять металл, буду просто двигаться через деталь. Как вы видите, на столе лежит металлический блок. Это не только теплоотвод. Также он сохраняет стол. Чтобы начать ванну, опустите пламя так, чтобы внутренний конус был в 3 мм от металла. Двигайте кончик, чтобы не перегреть одну точку. Я здесь использую мелкое циркулярное движение. Это займет некоторое время, так что будьте терпеливы. Когда металл начнет плавиться, продолжайте круговые движения горелки, чтобы расширить ванну до нужного размера. С этим наконечником и этим металлом ванна будет размером 8 мм. Продолжайте двигать горелку плотными кругами и двигайте ванну поперек детали. Смотрите на ванну, а не на пламя. Обратите внимание на передний край и края по бокам. Вы можете увидеть поверхностные загрязнения, текущие по краям, и можете также заметить волну, формирующуюся после ванны расплава. В зависимости от подгонки соединения, иногда вы можете сплавить детали вместе просто проходом по соединению. Во всех ситуациях вам понадобится добавлять заполняющий металл, чтобы создать сварочный шов. Если вы заметили, я наклоняю горелку под углом 45 градусов в направлении сварки. Этот угол удобен для меня, ведь я вижу, когда надо макать заполняющим электродом в ванну рядом с пламенем. Вы можете также менять немного этот угол, но если вы возьмете слишком высоко, ванна будет слишком горячей, и если угол будет слишком низким, тепло просто отскочит от металла. Я зажгу пламя с полуторам миллиметровым заполняющим электродом и наплавлю сварочный шов. Убедитесь, что вы начали хорошую ванну перед тем, как начали добавлять заполняющий металл. И помните, что надо держать внутренний конус вдали от металла. Когда ванна началась, макните заполняющим электродом в ванну, прямо под пламенем. Наблюдайте передний край ванны, чтобы убедиться, что все расплавили, и наблюдайте также по краям. Вам надо стараться удерживать ванну одинаковой ширины. Сохраняйте круги плотными. Вы можете заметить, как сзади растет шов. Я использую круговое движение. Также вы можете использовать движение стороны в сторону или зигзагообразное. Когда вы макнули стержень в ванну, вытащите его. Удерживайте его близко к пламени, чтобы стержень был предварительно разогрет. Если вы используете круговое движение или движение зигзагом, вам надо будет оставлять волны. Равномерно двигая горелку и макая стержнем. Когда вы варите, вам надо расслабиться. Не хватайтесь мертвой хваткой в горелку. И не сдерживайте дыхание. Иначе вы очень быстро устанете. Чтобы закончить шов, вам понадобится добавить дополнительный металл в ванну, иначе останется кратер. Просто крутите горелку и макните стержнем дополнительно несколько раз. Правда, все это выглядит довольно простым. Но что же может пойти не так? Давайте посмотрим на некоторые вещи, которые могут нам помочь. Наиболее общая проблема с кислородно-цетиленовой сваркой это хлопки горелки и выдувание сварочной ванны. Если горелка или ванна перегреты, это создает ситуацию, когда газ горит быстрее, чем наконечник может его доставить. Поэтому он стреляет. Обычно это происходит, если наконечник горелки слишком близок к ванне. Вам надо держать наконечник повыше и подальше от металла. Так же может быть из-за использования большого размера наконечника или неправильно настроенного пламени. Не бойтесь настроить пламя чуть больше или чуть меньше. Это не играет большой роли. Но проверьте, что у вас нейтральное пламя. Проверьте, что правильно установлено давление газа. И если вы перегреете сварочную ванну, получите хлопок. Если у вас проблемы с хлопками горелки, ищите, почему она перегревается. Когда вы начинаете сваривать вместе куски металла, вам надо получить провар. Не укладывайте металл просто поверху, он очень хрупкий. Когда вы начинаете ванну, вам надо подержаться над ней, чтобы она ушла вглубь металла. Если вы попробуете заполняющий металл слишком рано, вы расплавите стержень его горелкой и заполняющий металл просто ляжет поверху. Он перегреется и, возможно, вызовет хлопок горелки. Вы, возможно, восстановитесь после этого, но гораздо легче не начинать слишком рано. Если вы держите слишком низко, то вы просто прожгете. Если это случилось, позвольте остыть несколько секунд. Можете почистить железной щеткой. Кислородно-ацетиленовая сварка отлично залатывает дыры. Большую часть времени, если вы висите слишком низко, то ванна перегревается, идет пузырями, летят искры и горелка хлопает. Когда вы ведете в ванну, поверхностные загрязнения начинают плыть по краям. Если смотреть на передний край ванны, некоторые загрязнения начинают плясать вокруг. В сварке тиг мы называем это танцующим глазом. Это признак, что вы получили провар, и вам пора начать работать с добавочным металлом. Когда макаете стержень, относите пламя на заднюю часть ванны. Когда я двигаюсь по кругу, мне нравится смотреть, как пляшут загрязнения. Это обозначает, что мы получаем равномерный провар. Если загрязнения плясать не начинают, то сделайте еще один кружок перед добавлением заполняющего металла. Когда я варю, я немного более сосредоточен на проваре, чем на построении сварочного шва. Когда оно получено, и не хватает шва, вы всегда можете почистить щеткой и сделать еще один проход. Но если вы не проварили, трудно вернуться на первый проход и получить провар. Заполняющие электроды идут длиной 0,91 метра и идут диаметром 1,58 миллиметра, 2,38 миллиметра и 3,17 миллиметра. Они могут быть чистым металлом или быть покрытым медью, чтобы предотвратить ржавчину. Все хотят в магических чисел какой размер стержня использовать, какой размер металла и наконечника. Но скажу, что это так не работает. Каждый раз, когда вы макаете стержень в ванну, ванна остывает, и вам надо управлять ванной. Поэтому автоматически только тепло в ванне определяет правильный размер стержня. Если стержень слишком маленький, во-первых, вы не сможете построить сварочный шов. Более важно, что стержень не остужает ванну, и ванна будет перегреваться и хлопать. Если стержень слишком большой, каждый раз, когда вы макаете стержень, ванна будет сразу остывать, и вам придется заново ее разогревать. Получится разнесенный шов с очень сильным проваром. Когда ваш стержень правильного размера, вы можете управлять ванной и добавлять металл в нее, и получить равномерный сварочный шов. Лучшее, что вы можете сделать, это иметь стержни разного размера, начать с маленького и найти лучший, который вам подходит. В наших демонстрациях мы используем новый металл. Это всегда имеет значение. Особенно, если вы что-то чините. Вам надо убрать грязь, ржавчину, краску и мазут с металла. Конечно, ацетиленовая горелка сожжет все вокруг при температуре 1500 градусов. Это достаточно горячо, чтобы все сжечь. Но вопрос не в этом. Мы хотим варить металл, а не ржавчину или краску. Все загрязнения на поверхности забирают тепло, которое должно было пойти на сварку, и замедляют процесс сварки. Есть большая разница между сварщиком, который только учится варить, и сварщиком, который потратил время на очистку и подготовку металла. Варить гораздо легче, когда вы делаете прекрасную работу. Корабление деформации происходит, потому что середина нагревается и расширяется. Когда она остывает, она сжимается. И сжимается больше, чем растягивается. Чем горячее был металл, тем больше будут движения. В кислородно-цетиленовой сварке металл становится очень горячим, потому что скорость сварки низкая. Тепло идет в основной металл относительно долгое время. Когда основной металл остывает, он сжимается и деформируется, особенно большие куски тонкого металла. Также, когда металл остывает, он сжимается. Остается много остаточных напряжений вдоль шва. Поэтому металл ломается до того, как ломается шов. Нет простого решения этой деформацией и напряжением. Пусть металл остывает медленно, не лейте воду. И в реальности у вас не будет проблем с проектом, в котором вы используете кислородно-цетиленовую сварку. Мы показывали технику наклон вперед. Горелка наклонена в направлении движения, позволяя шву остывать и твердеть. Наклон назад – это когда горелка направлена на шов. Фламя удерживается на задней части ванны и позволяет добавить максимальное количество металла. Эту технику обычно используют на тяжелом металле. Я думаю, что технику наклон вперед использовать легче. И это делает прекрасные швы на тонком инструментальном металле, который мы используем. Хорошо, мы делали швы в плоском положении. А теперь посмотрим на другие сварочные положения. В горизонтальном мы будем варить поперек. Мы наклоним горелку немного вверх, чтобы сила пламени помогала удерживать ванну вверху. Каждый раз, когда вы проходите пламенем по кругу, расплавленный металл будет следовать за теплом вниз, но он будет падать назад. Это даст вам видимость проседания ванны. Когда добавляете заполняющий металл, макайте стержнем в верхней части и смотрите на верхнюю часть, чтобы быть уверенным, что там достаточно металла. Если не сделаете, оставите подрезы. Когда начинаете, пытайтесь делать маленькие швы и не пытайтесь делать больших швов. При вертикальной сварке начинайте снизу и двигайтесь вверх. Это действительно легко с кислородом с этиленом. Потому что металл предварительно разогрет. Потому что тепло поднимается и скорость сварки будет чуть больше. Если вы можете представить, поверните стороны. Вертикальный шов почти как разогрет. Я знаю, что много людей не поверят этому, что металл должен капать вниз. Но это не обязательно. Пока ванна не слишком горячая, металл захочет остаться там. Он любит тепло. Направляйте горелку вверх и удерживайте внутренний конус над металлом. Наблюдайте за ванной. Она будет иметь тенденцию быть чуть горячее из-за предварительного разогрева. И вы можете попробовать сварочный наконечник меньшего размера. Когда доварили до верхнего края, основной металл будет очень горячим. Вы можете немного отодвинуть горелку и окунуть стержень в ванну, чтобы она не была перегрета. Если есть проблемы с вертикальным положением, тогда стоит немножко наклонить металл. Под углом металл станет варить чуть легче. Сварка над головой идентично плоской, только немного более неудобная. Расплавленная ванна не выпадет, она останется с теплом. Надо быть менее радикальным. Наклоните горелку в направлении движения, удерживайте огонь подальше от металла и носите защитную одежду, особенно шапку. Мне нравятся закрытые уши, потому что когда вы варите вверх, искры летят прямо в уши, и вы можете испугаться такого. В каком бы положении вы не варили, плоская, горизонтальная, вертикальная или над головой, наблюдайте за ванной. Двигайте горелку, макайте стержень, делайте все, чтобы ванна делала то, что вам надо. Когда вы будете более опытным с этим, все швы будут похожими, независимо от положения, потому что у вас есть контроль над ванной. Каждый сварщик варит немного различно. И конечно вы выработаете свой собственный стиль, и ваш шов получит определенный внешний вид. Но давайте посмотрим, что надо сделать для хорошего шва. На хорошем шве, в идеале, ширина и высота шва должны быть постоянными. Это приходит с практикой. Это не косметика. Это показатель количества тепла, поступившего в основной металл. И то, что провар тоже постоянный. Край шва должен быть привязан к основному металлу. Целью является 100% провар. Поэтому, честно говорю, нужно немного практики, чтобы получить 100% провар каждый раз. Но вам надо получить провар и шов, равный толщине металла. Если не хватает заполняющего металла, металл будет низко выровнен. Это можно поправить очисткой щеткой и еще одним проходом, чтобы нарастить шов. Если вы не дали ванне достаточно проникнуть, металл просто ляжет на поверхности. Если будет нагрузка на шов, он будет работать, но сломается. Если ванна слишком холодная или стержень слишком большой, просто наложите металл. Вы можете называть это сварочным швом. Эта часть недостаточно привязана и не даст достаточной связи. Это также признак плохого провара. В горизонтальном положении, если вы положили больше металла, чем справляетесь, шов осядет и осцинет на нижней части. И снова этот металл не добавит прочности шву. Подрезы случаются, когда расплавленный металл следует за теплом вдоль края шва и не возвращается. Это небольшая проблема для кислородно-ацетиленовой горелки, но это может случиться при горизонтальной сварке и горизонтальном заполнении. Вам всегда надо смотреть на край сварочной ванны и быть уверенным, что вы оставляете достаточно металла. После мы будем изучать, как делать хороший шов. Посмотрим, как это делается, соединяя металл вместе. Есть четыре основных типа сварочных соединений. Соединение встык, внахлёст, в те и угловое. Одним из наиболее важных факторов хорошего соединения является подготовка металла и подгонка. В большинстве случаев это занимает больше времени, чем собственно сама сварка. Начнем с соединения встык. Когда вы работаете с тонким инструментальным металлом, края будут очень горячими и будут плавиться. Поэтому свяжите оба куска прихватки с обеих сторон. Подгонка, как эта, может быть сплавлена просто движением ванны вдоль шва. Это сделает плоским сварочный шов, но его крепость будет зависеть от провара. Если у вас есть вопросы по крепости соединения, добавьте заполняющий металл и наварите шов. Если края металла неровные и есть зазоры, вам придется использовать заполняющий металл. Если вы попробуете расплавить металл, перенеся в ванну в зазор, то шов вылетит прямо там. Если у вас металл толщиной 3 мм, вы можете оставить небольшой зазор. Края металла легко расплавятся, и вы сделаете шов прямо над поверхностью. Для крепкого шва нужен хороший провар. Если у вас не получился стопроцентный провар, вы можете перевернуть деталь и пройти по обратной стороне. Если идет речь о металле толщиной 5 и более миллиметров, трудно получить будет провар в ванной. Вам надо скосить края, чтобы ванна начиналась глубже в соединении. Это угол от 30 до 45 градусов. И я оставил полтора миллиметра плоское дно, чтобы было легче перенести тепло. Оставьте небольшой зазор и начните его заполнять. Вам, возможно, придется сделать несколько проходов, чтобы его заполнить. Поэтому используйте проволочную щетку между проходами. Если детали маленькие, вам может понадобиться охладить их между проходами. На соединении и встык, как здесь, при сварке сверху детали покоробят вверх. Вы можете немного помешать этому, варя сверху и снизу. Из-за того, что кислородно-ацетиленовая сварка делает металл таким горячим, у вас всегда будет корабление. При соединении внахлёст получается ленточный шов. Вы можете сделать шов с обеих сторон одинаковым. С толщиной металла удерживайте детали вместе плотно и придерживайте оба края. На тонком металле верхняя деталь будет немного отходить, потому что тепло идет прямо на край. Вам надо обратить внимание на верхний край, чтобы вы не оставляли подрезы. Это совершенно обычное соединение, и оно простое. Выхлопные трубы на грузовиках. Когда одна труба вставляется в другую и обваривается по кругу. Хороший пример соединения внахлёст. Ленточный шов также используется и на Т-соединении. Это комбинация плоского соединения на нижней стороне и горизонтального шва на верхней части. Направляйте горелку прямо в угол и обращайте внимание на верхнюю часть ванны. Шов снова должен подниматься вверх и наружу на расстоянии равной толщине металла. И в идеале шов должен быть полукругом. Если шов плоский или вогнутый, вам надо накидать его равной толщине металла. Если вы будете варить с одной стороны Т-соединения, как тут, эти детали будут вести в этом направлении. Угловое соединение мое любимое. Есть три способа сделать угол. Мы можем нахлестнуть края и пройти швом снаружи соединения. Если нужно более крепкое соединение, можно сделать ленточный шов внутри. На таком внутреннем края похожи на скос. Края основного металла плавятся легко. И у вас будет хороший провар. Если вы можете повернуть детали, чтобы они были прямо вверх, вы получите красивый закругленный угол. Такой угол делает минимальное коробление и уводы. На тонком инструментальном металле вы можете наложить одну деталь на другую, как здесь. И этот нахлест будет работать как заполняющий металл. Просто введите в ванну вдоль шва, позволяя металлу нахлеста связываться с другой деталью. Шов будет зависеть от того, как вы нахлестнете металл. Можете попробовать нахлест равной толщине металла. Этот тип соединения дает очень гладкий и равномерный шов. Из всех типов кислородно-ацетиленового соединения, которые вы можете сделать, этот, возможно, самый легкий. Когда вы варите любой из этих швов, металл будет стараться двигаться, потому что он нагревается и расширяется. Поэтому, когда подгоняете металл, прихватывайте оба края шва. Если работаете на длинных деталях, прихватывайте несколько раз по шву. Постарайтесь избежать больших зазоров. При любой сварке металл разогревается. Когда вы оставили зазор, пытайтесь оставить полтора миллиметра и оставлять зазор постоянным. Потратьте время на хорошую подгонку, это сделает сварку намного легче. Я надеюсь, что показал вам несколько вещей, которые облегчат начало работы с кислородно-ацетиленовой сваркой. Если есть возможность, смотрите, как варят другие люди. Я уверен, вы найдете новые способы и идеи, как это сделать. Потому что мы все смотрим на одинаковые вещи, но нам не надо видеть одинаковые вещи. Помните, что кислородно-ацетиленовые сварки полностью ручные. Вам управлять горелкой и вам макать стержнем. И в основном вам смотреть на результат. Немного экспериментируйте. Пробуйте большее или меньшее пламя. Пробуйте стержни разного размера, и вы обязательно выработайте стиль и ритм, который будет удобен для вас. Кроме всего прочего, помните о безопасности и наслаждайтесь сваркой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»